Столкновение произошло здесь, на этом лестничном пролете. Бежавший мальчик толкнул девочку, она ударилась головой. Медицинский работник оказать помощь ребенку не смог, его просто не было. Одноклассники толкнули? Нет, маленькие. Маленькие толкнули, не одноклассники. Там вообще-то просто случайность такая. После такой случайности у ребенка заболела голова. Медик при 31-й школе на больничном временный приходит лишь на пару часов, так как работает в другом образовательном учреждении, да еще и дежурит в поликлинике. Поэтому оценивать состояние пострадавшего ребенка взялись педагоги. С момента столкновения никаких признаков для того, чтобы вызывать скорую. Не было девочки, чувствовала себя удовлетворительно, и поэтому вызвали маму. Сколько вы можете сказать, сколько час пришел? Сейчас я временно не говорю. Следствие идет, разбираемся. После физре заходим, стоим, она плачет в раздевалке. Ну, не поняли ситуацию, потом пошли на математику, ну и там уже все сказали нам. А быстро ей помощь указали? Не слышала? Быстро очень даже, да. Ну, то есть, за урок она уже в больницу, как выяснилось, попала. Как рассказывает мама пострадавшей девочки в соцсетях, именно она и вызвала скорую. Ребенка увезли в первую городскую больницу и сделали трепанацию черепа. После двух дней в реанимации состояние ребенка стабилизировалось. А тем временем несчастным случаем заинтересовалась краевая прокуратура. А следователи даже возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц, которые, по предварительным данным, не отреагировали на жалобу ребенка. Следствием будет дана принципиальная юридическая оценка действий должностных лиц администрации школы, отвечающих за соблюдение требований безопасности. Кстати, на отсутствие безопасности в школе жалуются и другие родители. Так, еще одна мама рассказала, что ее ребенок в прошлом году в драке поранил бровь. А чем закончилась? Медик оказал помощь какую-то? А медик оказал помощь? Ничего, медицинский работник здесь. Больше в этой школе ничего хорошего складывало. А часто такие инциденты в школе происходят или редко? Когда как. Ну, наверное, раз в год. 31-я школа будто магнитом притягивает неприятности. Так, в 2018 году на девочку здесь обрушилась бетонная плита. Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу. Тогда наказали завхоза. Попадет ли кто-то на скамью подсудимых, в этот раз разберется следствие. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.